сектору на 16 команда масса пока не буду мешать ребятам не кормят вот кстати раз пока мы здесь вот один из судей привет участникам зрителям участникам всем сочувствующим и просто спонсором спонсируйте клуб ну что скажешь и как ну что вам сказать пока погода позволяет команда работы рыба есть практически во всех секторах еще один сектор ушел от нуля у нас сегодня стали они неплохо рыбу будет изменения в турнире таблицы есть уже кое-какие авто вот можно так сказать призы команда работает но ждут конечно погоды команды укрепленные и надеяться что будет какая-то перемена перелом погоды но вопрос он будет к лучшему или худшему не знаю это мы посмотрим сегодня правда был один xs когда пролетели над нами самолеты это ночью ночью в час ночи некоторые команды даже свалились кровати не она реально у меня было ощущение что самолет задевал шасси эти даже команды подумали надо если если что-то упадет не надо будет вещи собирать внести домой но там все мало упасть уже никто никому было бы нести вещи кто я запустил сюда если это майка миша вот как раз судьи идут прихрамовая миша и сырожа миша один из самых древних судей нас клубе судил и международные соревнования на роду те только вы уж лишь называется только вы отсюда ушли у них рыба у 17 так суде пошли взвешивать 17 сектор до взвесить а мы возвращаемся 16 сектор команда оса что неужели 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 самом деле до нити так кажется что то есть ну я вам скажу кажется я удачно захожу зашел к костику у них рыба нашел к вам у вас до вас тоже по моему как-то не это самое не по нулям типа говорим костик так вы сейчас опустите лески меня с парочку возьмем потом поднимаете что укрепились принципе да на среду еще нет ну да я понимаю погода пока хорошая кажется что время немного ну вы же знаете наш кино от ребят это еще то чудо да да верим когда у тебя по прогнозу солнце и 2 начинается снег уникальная страна я думаю да не но по крайней мере тоже внешне она точно больше больше килограмм это уж сто процентов 3 ну раз пошла такая пьянка куда 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 ой а что это я опять о чем будем беседовать ну расскажите кто такие откуда мы больные рыбалкой и все оттуда вы же с бескрайних простор с бывшего советского союза здесь здесь софулы мы втроем у нас я команда антон славик андрей поэтому команда носит название аса от первых букв имен сколько раз вы уже были мы с андреем дважды становились победителями кубка занимали первые места втроем мы занимали один раз третье место на галилейский карп и в прошлом году взяли первое место и вместе с ним взяли призы за самую большую рыбу спасибо одна из самых мох любимых команд ой спасибо большое не а ну как бы есть любимчики знаешь так что тут к сожалению признаюсь да есть у меня команды которых я очень люблю вот может ребята что-то хотят еще сказать да все стесняются ребята да доверяет капитану на в доме я знаю в чем дело что потом надо мной смеяться но команде хорошо она находится недалеко от судейского лагеря в этот раз да поэтому периодически может подъедать судейского стола спонсоры судейском лагере но на результат это никакого значения не это не взятка конечно да судьи честные не подруги спорт плат из по сто процентов никому ничего не приписываем но по крайней мере нам не приписывали за других мы в сказать не можешь не я там так что бы решили можно не постеснялись при мне это сделать но тоже не приписали ничего может в этот раз постеснялись может не на сними своими находить чтобы не серьезно борьба за взятками нету никаких да понятно нет у нас здесь уже есть споры за 10 грамм это да так да бывает проблема с разными с разными весами что у команды свои весы у судей свои весы они естественно в этом году очень много мелкой рыбы на границе зачетного веса килограммового то есть рыба 800 грамм 850 900 бывали случаи что мы взвешивали рыбу вечером она весила кило 50 грамм приходили с утра судьи то есть через 12-14 часов она уже весила 980 то есть по границе бывали случаи что и в 970 грамм весила то есть взять такую одну рыбу килограммовую зачетную это приходится перелопать и 45 штук незачетников по 600 800 700 грамм какое соотношение у вас было пять к одному да ты в этот раз на галилейском поменьше где-то 4 к 1 уйдет есть чем на кубке было да на кубке порядка 6 было 5 6 да да я сейчас смотрю по общий вес наверно во время карантина она набрала вес немножко когда у нас был кубок два месяца назад за полтора месяца за полтора месяца есть четкое изменение на смотри опять же время приближается к нересту да на можно крупный карп начинает выходить с глубины двигаться в сторону берегу хотя бы хотя была мелочь по 400 грамм по моему да парочку мы взяли до нас на вас вообще получается 400 грамм это от этого лета да да это как бы ну что все мы даже не даже негодовал и вас смотрит тренер главный нас где сзади нет вот спереди да смотрит он на меня ну ладно говорить он не может мы надеемся он приедет обещал мы тоже надеемся его увидели как бы понимаете у человека проблемы здоровьем болеет за нас я боль он за нас болеет также зубы скрипят стер зубы стер зубы на 0 нервничая да все ясненько спасибо вам большое ребята пользуюсь случаем хочу сказать спасибо администратору соревнования тебе андрей за этот праздник за соревнования которые устраиваешь ты ночью свой личный вклад и клуб из профиш да мои предки выкопали это озеро ну хохлы они же черное выкопали это тоже нормально значит я тоже подмажешь у меня фамилия хохлов прикольно спасибо спасибо майя потому что она взяла на себя тоже хороший такой кусок работы загрузил главное судя конечно я скажу что вот начиная с прошлого года когда я начал делать вот эти эфиры по большом счету я понял насколько важно когда у тебя есть плечо когда у тебя есть кто-то на который ты можешь просто тупо сбросить тыл это всегда важно все сбросите вот эти вот ход нужды и все что связано с логистикой и заниматься только чисто любимым делом снимать и ходить по командам как бы прошлом году это был кеша и мая к сожалению кеша в этом году не смог по разным причинам ну в общем то мая приходится пахать ну и слава богу у нас и саша задинер тоже наше маленькое счастье когда я говорил спасибо администратору соревнования не имел в виду только тебя весь коллектив это да 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 а также клуб из рафиш спасибо шпингалет и нет шпингалетами мы не торгуем можете взять рекламу своим бизнесом понятно если кому нужен человек для бизнеса спасибо ребята я не знаю смогу ли я зайти ближайшее время потому что все-таки 19 команд погода будет плохая на всех может меня не хватить но по крайней мере новости всегда будете знать с моих вечерних эфиров спасибо всем спасибо кто вы сможете посмотреть потом они все останутся в записи по любом ну знаешь тоже будет приятно вернуться вернуться и просмотреть все это это тоже как бы знаешь бывает за время что-то забывается а так вот поглядишь на какое-то видео о по точно было такое как часто он про самолеты те же самые вчера да не ну реально страшно было я думал что вы бомбить идут хорошо но только кого нас или по-моему две две тройки про сейчас 18 бомбили что-то в окрестностях да ну это вот наши опять я так можно не так низкой до чтобы их не пеленговали вот здесь вот сразу набор высоты резки но мы об этом ничего ничего не говорили это не мы правительство правительство израиля как всегда дни не комментирует так что все нормально все или военно ученица да 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 сто процентов это просто вовчик фанерман решила с этим геликоптером его он как бы не очень получается он заказал авиацию с ним поснимать сверху а только проблема что на той скорости что они летели надо это чтобы этот м в мать угольник как у ночью вчера кричал там кричал вверх это тихий пляж есть музыка запрещена я вызываю полицию ладно ребята спасибо вам большое них восстание чешуи все всем кто смотрел спасибо ждите следующих эфирования думаю будут часа через два и для полнотой картины я добавляю в конец этого эфира несколько роликов которые были собраны за время соревнований и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...